Здравствуйте! В крайней ситуации население Сретенска атакует грунтовые воды. Вода под домами забайкальцев превратилась в лёд, а улицы города в настоящий каток. Всего один депутат законодательного собрания Забайкальского края выступил против повсеместного введения QR-кодов. Что дальше? Прямо сейчас. Будет ли введён QR-код режим с 1 февраля? И в каком виде? Возможно ли будет купить что-то помимо продуктов питания без цифрового пропуска? В каком виде будет представлена будущая реальность не только забайкальцев, но и всех граждан страны? Будет решать Государственная Дума. Но сначала нужен ответ от законодателей региона, каким он будет. Пока что ответ «за». Против высказался только один депутат законодательного собрания Забайкальского края Светлана Скубьёва. С ней побеседовал наш корреспондент Вячеслав Бортницкий. По всей России региональные законодатели сейчас решают, будет ли введён QR-код режим с 1 февраля по 1 июня 2022 года. Многочисленные обращения простых граждан к правительству и президенту страны не остались без внимания. Например, в Тульской области пришли компромиссу в торговые центры в ход без цифрового пропуска. Теперь хотя бы можно купить зимнюю одежду себе и детям тем, у кого нет заветного электронного допуска в цивилизацию. Комитет по социальной политике проголосовал за положительную рекомендацию Законодательному собранию края по вводу законопроекта о посещении общественных мест. Только один депутат был против. Поражает в данной ситуации скорость принятия данного серьёзного проекта закона, который в дальнейшем может, как я уже сказала, нарушить права миллионных наших граждан. В любом случае, всегда все законы обсуждаются с общественностью. Здесь же, получается, заключили именно принудительный характер несёт данный законопроект. На взгляд депутата неясных, спорных моментов множество и торопиться нельзя. Допустим, где же медотводы, про которые мы сегодня говорили, что они допустимы. Но, как мы вам сначала говорили, что в какие-то категории граждан был широкий список, да, сейчас с каждым разом он сокращается. То есть, есть тоже очень много вопросов. Те люди, которые вакцинируются, проходили ли они медосвидетельствование, да, проходили ли какие-то комиссии. Может быть, у них есть какие-то нарушения медицинские, да, показатели, которых они даже и не знают. То есть, я за это тоже. То есть, медицинская профилактика должна быть в любом случае, да. По всей стране исполнительные власти регионов де-факто ввели режим QR-кодов, получив волну протеста против маркировки людей. Теперь же надо ввести QR-коды де-юре. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, открыл комментарии в своём телеграм-канале под сообщением о готовящемся законопроекте. Запись посмотрели почти миллион пользователей, а комментарии приближаются к отметке в 700 тысяч. Согласных с вводом QR-кодов ничтожно мало. А по поводу вакцинации, да, возможно, жизненная необходимость по каким-то показаниям, да. Но именно QR-код, сама цифровой номер, мы выступаем против этого. Ну хорошо, у нас есть часть 3, 55, да? Да. Что, ну, в зависимости от ситуации, да, могут вводиться ограничения, так? Да, да, у нас есть. Почему QR-код не может этим ограничением выступать? Если не QR-код, то что тогда? Ну, смотрите, как сегодня было сказано, у нас есть наши, те прививки, которые мы ставили, да, всегда ставим нашим детям. То есть там Краснуха, Кортам, да. Это живые прививки. Есть, да, живые прививки, но у нас сертификат о прививках есть. Почему? Мы не понимаем, почему этого недостаточно. Когда мы предъявляем данный документ, по всеми местные учреждения, да, детские сады, школы, где-то на работе, кому если требуется, они почему-то учитываются. Почему-то с этой прививкой не может быть, ну, как вариант, тоже был бы как вариант, есть сертификат о прививках. Почему не внести данную вакцинацию и все данные о том, что человек вакцинирован, в данный документ. Почему? Почему нужен цифра, цифра, какая-то цифра против людей, которые идут, выступают против. И у нас очень много граждан. Нужно тоже учитывать в этой ситуации и разные мнения, как вы уже сказали, да. Разные мнения должны будут учесть депутаты законодательного собрания Забайкальского края 30 ноября. Но учтут ли? От итогов заседания зависит, какой отзыв отправят забайкальские законодатели своим коллегам в Госдуму. Вячеслав Барнинский, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. Сегодня, 30 ноября, законодательное собрание на внеочередном заседании должно было рассмотреть законопроект правительства Российской Федерации о QR-код-режиме в общественных местах. Депутатам предстоит дать свой отзыв в Государственную Думу. QR-код-режим вызвал волну протестов не только в Забайкальском крае, но и по всей стране. Утверждение законопроекта введет ограничения для посещения общественных мест с 1 февраля по 1 июня 2022 года. От среза информации, направленной от региональных законодателей, зависит, как именно будет выглядеть будущее в реалиях борьбы с пандемией после новогодних праздников. В зале заседаний городской администрации собрались средства массовой информации, чиновники и депутаты. Правда, последних оказалось недостаточно. Из необходимых 26 депутатов кворум не досчитался 4. После перерыва депутаты также не появились. Как отметили в аппарате законодательного собрания, такие события, как переносы заседания, случаются редко, но случаются. В самом же зале заседания прозвучали слова о предновогоднем представлении и выжидательной позиции законодательного собрания края с оглядкой на коллег из других регионов. Обеспечение работы здравоохранения, борьба с коронавирусом и борьба за жизнь – вот главная тема оперативного совещания при главе региона сегодня и всегда. Каковы успехи руководителей заинтересованных службе и ведомства Забайкаля в святом деле поддержания жизни людей края смотрите в материале моих коллег. Главный импульс движения в нашей стране идет, как известная столица. Стоило Владимиру Путину провести у себя совещание и потребовать от подчиненных неукоснительного выполнения взятых на себя обязательств, в том числе майских указов, как это прокатилась бодрой командой по регионам. А Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России, была более конкретной и обратила внимание на необходимость обеспечения работы здравоохранения. В этот период времени, особенно на подготовку и проведение всех необходимых работ, обеспечения работы, здравоохранения во время новогодних и рождественских праздничных дней. Для того, чтобы подготовить систему здравоохранения к этим дням, решить накопившиеся проблемы в связи с коронавирусом, дополнительно выделяется почти 90 миллиардов рублей. Осталось только в спешном порядке определить комплекс мероприятий и объем средств, которые нужно потребовать из федерального центра. Не пропустить этот аукцион невиданной щедрости не позволяет высокий уровень заболевания коронавирусом, который никак не снижается, несмотря на все усилия краевых властей. Забайкальский край третий на сегодня в Дальневосточном округе после Хабаровска и Амурской области. Следующий слайд. По какому показателю? Числа заболевших? По заболеваемости на 100 тысяч населения. То есть мы вернулись на третье место? На третьем месте, но 16-е по России, Хабаровский край сегодня третий по России, Амурская 14-е, мы 16-е. Значит, вот на этом слайде видно, что практически только три субъекта в Дальнем Востоке на сегодня имеют показатели ниже российского за неделю. Тем не менее, Светлана Лапа утверждает, что за неделю произошло снижение количества заболевших на 5%. Не тот результат, которым стоит гордиться. Возможность секрет снижения статистической кривой кроется не в успешных мерах по ограничению распространения инфекции, а как раз наоборот. Крайне неравномерная доставка материала на исследование. Нарушаются сроки 24 часа от момента забора до момента доставки материала. В результате по ряду районов мы наблюдаем такую ситуацию. Три дня ноль, на четвертый день сорок. То есть вот нам крайне важно выровнять доставку материала на проведение лабораторных исследований. Вообще все любопытствующие могут посмотреть трансляцию оперативного совещания на официальном сайте администрации губернатора. Но что бросается в глаза, это неподдельные интересы и масса наводящих вопросов от Александра Михайловича. То ли это игра на камеру, то ли наша глава региона действительно впервые увидела не только сами цифры, но и систему доклада главного санитарного врача и своих подчиненных в принципе. Но зрители всегда радуют, когда они видят своего губернатора в работе, который с неподдельным интересом познает, что происходит в крае, а гордиться особо нечем. Контрольные мероприятия практически не исполняются в большинстве районов Забайкальского края. На сегодняшний день в пятницу была контрольная дата, на которой нужно было представить полностью исполнение за год, за текущий месяц и за текущую неделю. Форма достаточно большая, но... Не надо больших форм и не надо за месяц. Надо ежедневно спрашивать. Должен быть ежедневная табличка, для которой на утро и на вечер ежедневно можно спросить. Из главы района, из руководителей региональных органов власти. Но из общего количества, даже за неделю, не говоря уже об ежедневном сборе этой информации, 29 районов Забайкальского края. Я почему говорю про ежедневную форму? Бесполезно требовать за месяц. Вы за месяц будете рассматривать сорванные каждый раз планы этих контрольных мероприятий. Вот если ежедневная форма будет, и вы будете, я буду, вы, Бордалеев, ЛАПа будем требовать ежедневного исполнения, мы через три дня или там пять дней выйдем на какие-то соответствующие параметры контрольных мероприятий. Трудно сказать, насколько действенна эта схема еженедельных докладов, учитывая, что на исполнение по некоторым вопросам, предполагающим освоение федеральных средств, у нас дела идут не просто плохо, а отвратительно. И это в дотационном крае, где вдвойне дорог каждый привлеченный из центра рубль. Куратко о реализации национальных проектов. По состоянию на 26 число из 17 миллиардов исполнения почти 13, 72,6%. Самая тревожная ситуация по Минобразованию, 618 миллионов до конца года осталось, это ясли и школа, 1100 мест. 206 миллионов остаток по Минприроде, это контейнеры для раздельного сбора мусора. По Минстрою 3,2 миллиарда, 1,6 это дороги, остальные это стройки, объекты мы все знаем. В целом традиционная планерка, которую вот уже третий раз подряд посещает сам Александр Осипов, прошла динамично и напоследок на путстве от губернатора Забайкальского края. Поэтому сейчас надо каждому сосредоточиться, и первое, что меня смущает, что нет конкретных плановых мероприятий, нет четких графиков, нет конкретных дат, нет проработанности и связанности в тех действиях, которые надо в очень сжатые сроки провести, для того, чтобы все получилось. Сидят, причем, я в социальных министерствах этого не понимаю, не приветствую совершенно, но сидят инженерного характера зампреды, и у них ничего не запланировано по датам, по срокам. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, ЗАПТ-ТВ. Я люблю бурят мяс кров. Только до 31 декабря. Скидка на зимнюю обувь 50%. Каждое 20 число месяца скидка 20%. Магазин «Центр обуви». В торговом центре «Фортуна» и на КСК. Торговый центр «Бумеранг» Фадеева 20А. Я люблю бурят мяс пром. К журналистам нашего телеканала забайкальцы часто обращаются за помощью, но чтобы сами чиновники просили информационной поддержки, случается не так часто. В Сретенске местные власти кажутся уже на грани того, чтобы объявить режим чрезвычайной ситуации. Покой у селян и представителей власти отняли взбунтовавшиеся там грунтовые воды. В подполье, в домах людей стоит вода, а в воздухе запах плесени и сырости. И что самое ужасное, жилища начинают разрушаться. И дальше, если не оказать борющимся со стихией местным чиновникам помощь, все будет только хуже. Весь масштаб трагедии оценила наша съемочная группа. Вооружившись лопатой, Елена Попова выходит на борьбу с наледью. Женщина не позирует нам на камеру. Она самоотверженно защищает свое жилище. Долбить лед в водотводе, который сделали местные власти, приходится несколько раз на дню. Если этого не делать, вода в нем полностью замерзнет, и противостоять стихии он не сможет. Впрочем, уже не может. Вода к дому подступила почти вплотную. Траншея здесь была. Сейчас она заполнилась полностью водой, и вода стала выходить наружу. Вот уже к гаражу здесь подошла. Ну, брали лопаты и шли копать, откапывать, уводить ее на ту сторону. И вот что могли здесь своими подручными средствами, облаживали этот ключ. Было у вас, Саня Штаг? Не было. Ни разу в жизни не было. У меня 51 год, и первый раз у нас такое. Эта улица Кочеткова самая опасная. Она полностью покрыта льдом. Пройти по ней и не упасть невозможно. Пенсионерка Светлана Кимовна передвигается осторожно. Всех, кто не исполнил свою мечту в покорении горы Эверест, приглашает в Сретенск. Обещает, испытать всю остроту ощущений можно и здесь. Вот мне сейчас нужно перейти через этот ледопад в больницу за направлением. Вот, посмотрите, я надела валенки, потому что это более устойчивая булочка, да? И сейчас вот таким образом пойду. Несмотря на то, что мне 74 года, и я занимаюсь спортом, но как мне это преодолеть? Кочеткова, 28. Это дом Валерия Коренева. Удар стихии его жилище приняло на себя. Грунтовые воды идут прямо под домом и там же замерзают. Запланированная поездка в деревню за провизией явно отменяется. Доступ к машине тоже заблокирован. С гаражом такая ситуация. Мне сейчас нужно ехать в деревню, там, закупить мясо на зиму, привезти картофель. Машину не могу выгнать, в связи с тем, что подняла землю, я ни одну дверь открыть не могу ни в гараж. Ни в этот гараж, ни к соседу в гараж. Он еще хотя бы угнал свою машину, вот, другое место, так матери. Просто невеально. Хозяин дома показывает, в подполе стоит вода. Консервация на зиму вытеснена. Закрутки хранить негде. Стоят на полу в одной из комнат. Показывает, такая же ситуация в доме и у сестры жены. Жилище находится по соседству. И вот здесь, смотрите, что творится. Под правую завязку стоит вода. Просто стоит вода. Хотя по подполе метра полтора, около двух метров губиная. Видите, бурлит. Дом-свояченица, у которой на руках двое малолетних детей, такого накала уже не выдерживает. Водная стихия сюда, что называется, ворвалась еще летом. Жилище рушится. Семья перед лютыми морозами осталась без главного – печки. Вот здесь находилась печь. Когда появились трещины, они успели разобрать ее, соседи у нас. И фундаменты нижней кирпичей ушли полностью под воду. Запах сырости и плесени повсюду. Одежду приходится хранить на веранде. Супруга Валерия, Наталья, не может сдержать слез. Оставаться в доме уже опасно для здоровья, а идти некуда. Я как астматик и аллергик, я уже на грани того, что мне действительно надо этот дом покидать. Потому что аллерголог мне сказала менять место проживания, решать проблему с жильем и исключить плесень и грибок. Как я могу его исключить? Буду я до последнего, конечно, жить в этом доме. Стретинск селяне называют местная Венеция. Правда, если столица Италии безопасная, то здесь вода грозит просто смыть населенный пункт с лица земли. Толстая корка льда покрыла все, в том числе деревья и кустарники. Чтобы вы понимали весь масштаб трагедии. На самом деле этот куст выше моего роста. Однако сверху вниз на него смотрю я. Улица Луначарского, участок Южные ворота. Налить местные власти устраняли здесь уже три раза. Однако вода прибывает снова и снова. А это грозит тем, что никакой транспорт по этому участку дороги скоро не пройдет. В том числе школьный автобус. Еще 10 дней назад таких заледенелых участков на территории Сретенска насчитывалось 22. Сегодня 37. Ручей Филипеха один из них. В зимний период он накипает и, соответственно, несет угрозу всем близлежащим домам. Водопропускная способность этих двух труб небольшая. Они замерзают и вода, как опасается Евгений Киргизов, найдет выход через улицу Партизанская, прямо к частному сектору. Накип будет нарастать. С учетом того объема воды, который нынче предстоит нам тут пропустить, это будет именно так. Потому что каждый год здесь происходит это. С учетом того объема воды, все эти заборы все смоют, пострадают люди. Население однозначно пострадает. Вот если мы бы сейчас проехали на устье, у меня сейчас перекрыт проезд к полигону твердых бытовых отходов, или именно из-за этой реки, она никогда там не растекалась, то есть она была там буквально в 20 сантиметрах и не мешала проезду. Сейчас там 20 метров реки. Эта вся вода катится сюда. То есть так как мороз, она постепенно замерзает, но она не замерзнет. И со временем она вся здесь окажется. Чистка русла этой реки была запланирована еще в прошлом году. На эти цели край обещал выделить почти полтора миллиона рублей. К слову, денег до сих пор не поступило. Исполняющий обязанности главы городского поселения Сретенская Евгений Киргизов не раз сам брал лопату в руки и выходил на борьбу с наледью. Однако он понимает, противостоять стихии без техники и денег в одиночку нельзя. Львинная доля бюджета ушла на устранение летних паводков, поэтому бороться с зимними грунтовыми водами уже пришлось в долг. Это они все работали в долг. То есть мы должны подрядчикам порядка, наверное, двух миллионов уже. Пытаемся привлечь по максимуму людей. И как бы никто еще не отказал в помощи. Но дело в том, что бесплатно работать тоже скоро им, наверное, надоест. В связи с чем я обратился к вам, потому что у меня в населенном пункте, в администрации, в бюджете нет средств, у меня уже нет собственных возможностей устранять эти наледи. Мне нужна помощь. Геологическая обстановка в окрестностях города сложная и малоизученная. Известно, что мерзлотные породы сохраняются в течение года глубиной от двух до десяти метров. Максимум они достигают 35 метров в глубину мерзлой почвы. Однако в результате четырех дождливых лет произошла деградация мерзлых пород и подмерзлотные воды стали выходить наружу. И вот сейчас Сретенск накрывают как раз те воды, которые когда-то были мерзлотой. И исток их, этих вод, не только в этой горе, но и выше по распадкам. Вот распадок Филипеха, он уходит туда на пять километров. И вот где-то вот еще дальше в этих хребтах, соответственно, произошло вот это оттаивание. Делать можно только то, что восстанавливать дренажную систему города, углублять, прокладывать новые участки. Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Забайкалья Алексей Кошелев в телефонном разговоре признался, ситуация владеет слабо. И вообще этим вопросом должны заниматься сотрудники министерства ЖКХ. Да, мы были в Сретенске, мы действительно смотрели, что там надо отводить воду. У меня специалисты выезжали. Но в Сретенске должен был писать отношения с выделением краевого бюджета на эти цели. Между тем, со стороны района отношения о выделении денежных средств направлено было и давно. Краевые власти, в свою очередь, даже пообещали помочь. Но нам известно, сколько ждут обещанного. Вот только времени ждать у селян нет. Местные обращались за помощью к президенту страны и главе региона Александру Осипову. Однако до проблемы селян представители власти пока так и не снизошли. Я обращаюсь к нашему губернатору Осипову Александру Михайловичу. Вы были неоднократно в нашем городе. Вы знаете наши проблемы. Но помогите нам справиться с нашей бедой. Это настоящая беда. Декоративно-прикладное творчество – важная часть национальной культуры эвенков. Элемент культурного наследия, посредством которого новым поколениям передается традиционная картина мира коренного народа. С целью не прервать связь поколений, компания «Удаканская медь» поддерживает ассоциацию коренных малочисленных народов Севера. Из Центрального дома культуры села Чара наш следующий сюжет. Мастер эвенкистского творчества Инна Ферко показывает хозяйственные сумки. Женщины часто берут их с собой в поход. Благодаря вместительности входит многое. Вот они первоначально шились у нас из камуса оленей и украшались бисером в таком виде. Это такая маленькая сумочка, небольшая. И вот сейчас мы уже век-то современный, конечно, все движется. И мы вот шили большие сумки для нашей выставки. Шьется она очень просто. Вот такое полотно вышивается квадратного типа. И вот такой круг – это дно. А это эвенкистский кулон «Солнышко. Главный оберег». Орнамент разнообразный. Символ любви, душевного тепла, богатства и дружбы, символ жизни и всего живого на земле. Это яркое украшение в виде круга притягивает к себе взгляд, тем самым защищая человека от сглаза. На один такой оберег уходит около пяти метров мелкого бисера. Считается, каждая эвенкийка должна иметь это украшение в своем гардеробе. Помимо того, что набирается эта техника, надо еще и закреплять каждую бусинку. Представляете, это какой труд. Это примерно, ну, хорошие мастера она может изготавливать и в течение дня. Ну, если вот так, то получается двое рабочих дней. Елена Беляева продолжает традиции своих предков. Рукодельничает. Шитью женщину обучила родная бабушка. Она же и привила ей любовь к этому кропотливому делу. Елена Беляева шьет одежду для всей своей семьи. Вспоминает, одним из первых в авторскую одежду нарядила своего отца, охотника и оленевода. На выставку в Москву у сокровища Севера шила кукольный матрас и подушку. Набивка оленя шерсть. Она моментально впитывает влагу, поэтому влажным белье почти не бывает. Особенность такого матрасика, значит, это то, что раньше кочевали и нужно было все, весь свой скарб, значит, перевести. И он очень просто, еще так, что он очень просто сворачивается в рулончик, упаковывается. И он уже на оленя загружает таким вот образом, значит, и переводится. Значит, обратно точно так же раскладывается, когда спать ложатся. И обычный матрас. Значит, в зависимости от того, что нужно, плотность делается разной. Значит, можно очень плотно набить. Значит, можно набить так, чтобы он был мягоньким. Глядя на рукоделие, многие оленеводы отметили, что зря уничтожали оленью шерсть, когда выделывали оленью шкуры. Ведь в хозяйстве это не иначе, как настоящее золото. Елена Беляева смастерила эту работу с целью напомнить коренным жителям о старых обычаях эвенгийского народа. Юлия Попсоева – молодой мастер. Изготавливает деревянных кукол. Эти образы отличает тщательная проработка деталей, фигуры и наряда. Создание волшебного мира кукол – особое таинство. Миниатюрные фигурки словно оживают в руках человека и начинают исполнять отведенные им роли. Здесь все не просто так. Даже то, что они стоят в круг. Куклы танцуют йохор. Вот сейчас они стоят в хороводе, получается, танцуют танец йохор. Йохор танцуют не случайно, потому что он олицетворяет, как раз связан с культом солнца. Компания «Удаканская медь» не первый год поддерживает ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, при которой организована кружковая работа с детьми как в очном, так и в онлайн-форматах. На занятиях эвенгийские дети учат родной язык, узнают обычаи и традиции своего народа, оттачивают навыки по декоративно-прикладному искусству, занимаются фольклором. Самобытную эвенгийскую культуру забайкальские эвенги ежегодно представляют и на выставке-ярмарке «Сокровища Севера». И все благодаря поддержке «Удаканской меди», которая запланирована на год вперед, признаются представители ассоциации. Ведь на кону главная связь поколений и народностей. Анжелика Понебрашина, Иван Дементьев, ЗАП-ТВ. И это все, о чем я и мои коллеги успели вам рассказать. Мы следим за развитием событий в городе и крае. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи на телеканале ЗАП-ТВ. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсоры показа – магазины Интимисими и Кальцедония. Найди свою силу, почувствуй свою красоту, прими ее, поверь в себя. Ведь каждая женщина уникальна и всем нам нужно что-то особенное. Безгальтеры в новом кружеве до размера «Ф» созданы с любовью, Интимисими. Всемирный день хоккея отмечается 1 декабря. В среду погода будет облачной. Ветер западный – 7 метров в секунду. Температура ночи – минус 15, минус 12 градусов. И от 2 до 6 со знаком «минус» днем. Оставайтесь с нами на Первом Независимом ЗАП-ТВ. 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 Продолжение следует...